Приветствую вас, и вы знаете, потребность в сексе, она указывается я, и у вас вот она проявляется вот так, у вас она проявляется вот таким образом, и если честно, то я думаю, что это нормально, что у вас вот так вот проявляется потребность в сексе, и ничего аномального в этом нет. Конечно, нужно анализировать ваш темперамент, если у вас темперамент, значит, такой соответствующий вашему желанию, то есть, если вы такая вспыльчивая, импульсивная, да, и вот, значит, экстраверт, сильно увлекаетесь, любите яркие эмоции, да, вот. Ну, соответственно, можно говорить о том, что для вас это нормально. И в таком случае, конечно, особую моральную дилемму, на мой взгляд, представляет вот тот факт, что вы сейчас смутим разлуки, и он не может ваши потребности удовлетворить. Ну, соответственно, самовыдовлетворение, если вы своего мужа любите и уважаете, никто не отменял, вот, самовыдовлетворение здесь придет вам на пользу, придет вам на помощь, самоудовлетворение, и поможет вам, собственно говоря, преодолеть этот сложный период. Вот, можно, конечно, обратиться к врачу, вот, и просто вот с нормальной, ну, с обычной проблемой, что у вас очень большие задержки, задержки месячных, то есть может быть гормональный сбой, понимаете, речь может идти именно о гормональном сбою. И отсюда, собственно, и ваше желание. Но гормональный сбой, если он у вас есть, его нужно будет диагностировать и после диагностики наносить лечение соответствующее. Вот. И, собственно, все. Если у вас гормоны придут в норму, то я думаю, что проблемы все сразу решатся сами собой. Потому что, ну, гормональный сон придет в норму и, в общем-то, вам самой станет полегче. Музе будет полегче, вы не будете так его доставать постоянно, да, своими попрыгностями. И вам не нужно будет постоянно себя сдерживать, из-за этого испытывая агрессию, напряжение и так далее. Вы же, вы же хотите секса? Вы же, наверное, думаете о том, что, вот, изменить, ну, может быть, изменить. То есть вы уже думаете про измену, ну, скорее всего, скорее всего. И вас можно, в общем, понять, потому что ситуация действительно такая очень тяжелая для вас. И, вот, срочно к врачу на диагностику задержек месячных, вот, и, соответственно, там будет понятно. Вот, ну, вы-то говорите, смотрите, вы-то говорите, что врачи не могут понять почему. И, тут, тут как бы уже момент. То, что, если, если врачи не могут понять, что с вами происходит. Ну, значит, либо неправильные врачи, и вы лечитесь как-то неверно, вот, либо что-то еще. Ну, я думаю, что, скорее всего, вы нигде к врачам обратились и неправильно лечитесь, не в том направлении лечитесь. Талатометически это гормоны. Проверить нужны гормоны и, соответственно, дать анализы у гинеколога, я думаю. Ладно. Ну, на гинекологию. То есть, анализы должны дать нужно. И все, и все будет нормально, все будет в порядке. А тогда же, если вам будет все равно по-преднему хотеться секса, значит, ваше природное желание. И вот, что уже делать с этим, с природным желанием, ну, тут, я думаю, вы решите сами. То есть, либо вы будете уважительно относиться к своему мужу, либо вы будете удовлетворять свои потребности, как вам мой коллега порекомендовал. Вот. Ну, тогда можно, конечно, не говорить о крепкой семье, потому что, ну, ни один мужчина не потерпит, если вы ему будете изменять. То есть, соответственно, вопрос, да, вот вопрос такого плана будет. Какие у вас запросы в сексе? То есть, чего именно вы хотите в сексе? То есть, вас не устраивает, там, например, не классический секс? Чтобы удовлетворить вас, например, если мужчина не хочет. Тут же все это довольно просто решается. Но с мужем это нужно обговаривать. Опять же, без обсуждения, без обговаривания ничего не получится. Вот. Поэтому сперва к врачу, а потом уже все остальное. Вот. Надеюсь, что вы меня услышали и сделаете соответствующие выводы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...